Их сменяют другие, а Трубадор и Министрели все так же продолжают шествовать сквозь время. Но почему-то мы постоянно метим на роль королей, а не вечных странников. Вот такие ассоциации вызваны нашей гостью Светланой Сургановой. Светлана Сурганова, музыкант, лидер группы Сурганова и оркестр, родилась в Ленинграде. Музыкой начала заниматься с шести лет. Первую группу организовала еще в школе. В 93-м году познакомилась с Дианой Арбениной, вместе с которой создала коллектив «Ночные снайперы». В декабре 2002 года, покинув группу, собрала собственную команду Сурганова и оркестр. Дамы и господа, у нас в гостях потрясающая пара сегодня. Это Светлана Сурганова и Валерий Тхай. Музыкант, гитарист, но это лирик Министрель. Мы уже об этом говорили. Скажите, Света, вы к интервью готовитесь или все происходит экспромтом, как в жизни? Конечно, готовлюсь, Димечка. Вы забыли? Десять минут назад. Мы совместно готовились. Хорошо, это была совместная готовка, кстати. Нет, как раз вот будут такие вопросы, литературы будут обязательно. Я ничего не знаю, я не читаю книги. Над каштанами Ленинградов. Я не читаю книги. Почему? Да, да, да. Я не читаю книги, я не умею читать. Ну и перед этим чуть-чуть пораньше тоже подготовились. Тоже было, да? Конечно. Хорошо, тогда давайте немножко уйдем в другую сторону. Давайте стихи почитайте, Свет. Вот просто, почитайте стихи. Уже не вернусь на землю, успокоение ночное. Спустится в теплую темень под озенокой луною. Ветер в покинутом доме, где не оставлю и тени. Станет искать мою душу и окликать в запустение. Но я не могу читать стихи, я их не умею читать. Я их сразу пою. Если мне нравится стихотворение, я его начинаю петь. То, что сейчас я процитировала, это стихи Хименеса. Моя последняя песня, которая зарождается, которая не дает мне покоя уже на протяжении какого-то количества дней. И у нас был совсем недавно концерт в Москве, она впервые прозвучала. В конце программы я просто взяла гитару и в акустике спела. Народ, по-моему, забыл, как дышать. Вы пошли учиться на медицинских... Кстати, вы тоже. В медицинских. По-своему, как и коллеги, да. Вот. Я же чем говорю, чтобы лечить тело. А в итоге стали музыкантами, теперь вы уже препарируете душу. Вот. И часто вы так в жизни ошибаетесь? С выбором? Ну, я могу только одно сказать. Если это ошибка, то это самая, наверное, удачная и малотравматичная ошибка, вот, по крайней мере, в моей жизни, и в жизни, главное, всех тех вот детей, которых я не покалечила, став, если бы я стала врачом-педиатром. Да, действительно, вы в курсе то, что у меня личное образование медицинское. И по специальности в дипломе написано, что я врач-педиатр. Но я не решилась стать им, я не стала практиковать в этой области по одной очень простой причине. Не сдюжила, не рискнула, потому что быть врачом-педиатром, на мой взгляд, вот это крайне ответственное занятие. И, вероятно, в этой области должны служить люди поясни от Бога. Впрочем, на самом деле, как и везде, и в музыке, наверное, и в какой-то там военной стратегии, и так далее, и так далее, и так далее. Но как-то нести ответственность за чужую жизнь, тем более за детскую, вот, я как-то, ну, не смогла. Вот, а Валерка... Да, вот, кстати. Давайте о Валерке немножко поговорим. Валерик. Да, так у меня, на самом деле, всё ещё интереснее. Ты же практиковал? Я немножко практиковал, да, это же дело-то не в этом. Тоже врач-педиатр? Нет, я не врач-педиатр. Это же сестра, вылитая сестра. Я закончил медицинское училище, пришёл получать свой диплом. И получил его, и увидел, что там написано «Тхай, Валерий Валерьевич, медсестра общего профиля». Отлично, слушайте. Я говорю, а как-нибудь, может быть, можно сделать меня медбратом в общем профиле? Ты знаешь, по Акзоту нету никаких медбратов. Пока будет медсестра, если хочешь закончить курсы повышения квалификации, будешь фельдшер. А как в ваших руках появились музыкальные инструменты? Учиться на медика, и вдруг музыка, гитарист, скрипачка, гитарист и так далее, певица. Как вышло это всё, Светлая? Первая вы, Lady First. Да всё очень просто. Обычно всех своих детей родители пытаются чем-то занять, чтобы ребёнок там не курил, не пил по подъездам, не шлялся с кем-нибудь, не по поди. Вот так, собственно, и поступили в рамках вот этой логики, вполне объяснимой родительской, мои родители. Они меня отдали в музыкальную школу. Вернее, они не смогли этого не сделать, потому что на этом настояли наши соседи, которые жили этажом сверху. Это была коммуналка или отдельная? Коммуналка-то была, так ещё был этаж свыше, где тоже жили люди, и уже просто перестали. Не смогли уже дальше слушать наши с маминой песнопения, и сказали, Личка, мою маму Ли Давыдову зовут, Личка, может быть, ты свою дочку отдашь в музыкальную школу, может, она пусть лучше там попоёт. Что, собственно, и было проделано. Вот, и я получила музыкальное образование начальное. Вот, и как-то запало мне это в душу, и, собственно, когда встал вопрос о том, чему посвящать свою жизнь, победила музыка. На самом деле, не надо забывать о каких-то вот маленьких радостях. Надо радоваться, надо не уставать, радоваться маленьким, каким-то маленьким сюрпризом и радостям. Вот у меня тоже они, вот, я наткнулась на какие-то стихи, на текст, звучат, зарождается музыка. Для меня это вообще, ну, большая радость. Большей радости, наверное, для меня нет. Потом какие-то хозяйственные проблемы. Вот сейчас достраивается там наша студия, репетиционная база. Мелочь, конечно, в мировом масштабе, но приятная. Я ужасно этому радуюсь. Я прямо вот жду этого момента, когда я смогу пригласить, наконец-то, уже ребят, музыкант, за свои инструменты сесть и уже начать. Плодотворно заниматься музыкой.